У суд передадено справа об махлярстве за авто. Группа злоумысников працавала в Беларуси и России середины 2016 года. Машины крали Украине суседцы и продавали их беларусам. Кошт авто досягал десятков тысяч долларов. Следшие оперативники вылечили злоумысников и конфисковали транспортные сродки. Как и лес, чакая скраденные авто и на что могут различовать потерпелые. Подробностей в репортаже Вероники Гамзюковой. Наслед злочинца у правооховника у першиню вышли в червяне 2018 года. У России мужчины сгоняли авто у основным кроссовер и перепродавали беларусам. Каб не возникло подозрения, у махляры рассказывали легенду. Небыто господарами заявлялась семейная пара, якая вырышила продать машину, каб выручить сродки на поляпшене жильевых умов. Готовились поддельные документы на беларусов. В эти документы вносились ложные данные и о поддельных единственных номерах автомобилей, и о будущих владельцах на подставных лиц из Беларуси. В дальнейшем эти автомобили пригонялись сюда, и наши преступные группы реализовывались на территории Беларуси как оригинальные, не имеющие криминального прошлого, за нормальную рыночную стоимость. Обвинованное по справе двое гамельчан. Один 39-годовый предприниматель вел бизнес в разных сферах. У него были криминальные советы украины-суседцы. Миновито он организовал канал поставки краденых авто. Другий 41-годовый коммерсант занимался гандлем бытовой техникой. Он потягнул до нелегального бизнеса строительного брата 31-годового сотрудника милиции, который помогал продавать авто, а перед этим ставить их на улику ДАИ. Уголовное дело поступило на рассмотрение в суд советского района города Гомеля. Судебное разбирательство назначено в открытом судебном заседании на 16 декабря 2019 года. На час судовых разглядов 38 конфискованных авто будут находиться на стоянце. За тим их лес вырошить суд. Потерпелые белорусы, а это десятки человек, смогут различовать на компенсацию материального урона. Выплачивать ее будут обвинуваченные. Вероника Гомзюкова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин